В 14 курсе мы перейдем к более сложным вещам. Итак, сначала прочитаем. Представьте, у вас есть модель, где хранятся метки или теги. Есть модель, где хранятся записи. Каждая запись имеет метку. Например, мы хотим пользователю дать почитать посты, имеющие одинаковые метки. Такая выборка сложных запросов и называется примерно, ну, я говорю в данном контексте, можно много чего, но смысл агрегирования. То есть сложная выборка. Посмотрите, курс я дал. Вот как это на примере зависит. Мы с вами вначале создали запись птицы и все похожие посты, где была метка у нас, как мы видим, в данном случае бирт, они все вывелись. То есть, где бы мы ни нажали, читайте схожие посты с меткой. Так вот, здесь, ребята, не все так просто. Я с вами от и до прошел данный урок. Дал ссылки на все, что мы использовали. И обратите внимание, внизу на флэт истина. То есть, очень подробно разъяснил, потому что, по сути дела, у нас само агрегирование сложных запросов, оно несложное. Просто надо разобраться. Потому что мы выбираем с одной модели, потом выбираем с другой модели. Нам надо сопоставить. Грубо говоря, урок дал, рассказал все очень подробно. Все писали по шажку, все рассматривали. Код тоже дал. Но код не копировать, а прописывать ручками. Все разбирая с пониманием. Ну, а для тех, кто первый раз смотрит видео, для вас школа будет по-другому выглядеть. Поэтому вам необходимо нажать получить логин и пароль. Пароль, получить пожизненный логин и пароль. Учиться по порядку. Что непонятно, спрашивать в группе. Обратите внимание, значки в кабинете расположены таким образом. Вот этой ссылочке внизу, как бы я рекомендовал изучать. Ну и шаг за шагом вперед. Все обязательно получится. Спасибо за доверие. С вами был Валерий Бавшуновский. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.